добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на чистоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc . камно и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программа ивана денисова так и называется час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели в сенате проходит утверждение новых назначений зиц председателя вот о том как проходит эти утверждения если можно совершенно к сенату сейчас ну конгрессу вообще x и над в частности особое внимание потому что это один из способов противостоять программе с позволения сказать демократов и вот то что происходит с назначениями об этом как-то говорят мало все это закрыто другими будет бы более масштабными событиями но мы сегодня на это внимание обратим благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и в принципе эта проблема она не сейчас появилась но поскольку как я уже сказал после вот небольшого перерыва конгресс возобновил работу и там сразу же вспыхнули страсти то естественно о деятельности республиканцев которые тормозят ряд назначений прежде всего госдепартаменте сразу же вспомнили про это преимущественно левая кстати пресса и стала проклинать окаянных слонов что вот они тормозят мешают и тогда на самом же деле все здесь совсем не так страшно и наоборот я полагаю что это как раз весьма и весьма разумные действия со стороны республиканской партии но мы сейчас с вами все видим что буквально в двух словах демократы грызутся между собой и весьма и весьма серьезно по поводу того сколько денег тратить умеренные уж не буду называть их консервативными умеренные так условно говоря говорят что денег слишком много заведомо левые говорят что денег слишком мало и в общем-то пускай что называется на себе испробует потому что конечно же то что женщине не дают в туалет сходить я слышала всю эту историю про сенатора синема за которой бегали какие-то гневные активисты и или реально мешали ей пройти в соответствующее место все это конечно же безобразие но я не злорадствую ни в коей мере естественно но мы столько видели как вся эта левотня нападает на консерваторов ну что называется пускай и вообще республиканцев пускай демократы это на себе испробуют и увидят кто такие кто все что сказать публика из себя представляет но и плюс то о чем вы тоже все наверняка слышали что элизабет макдоналу которая занимается отслеживанием правил сената и которые в общем-то считалось представительницей официально независимой представительницей демократов даже писали принес что это будет главный проводник идеи байдена в сенате а вот видите она оказалась несколько более принципиальной в ряде вопросов и мешает все тем же демократам проводить их иммиграционную амнистию и условиях вроде бы можно порадоваться и понаблюдать как они друг другом разбираются но сами понимаете в природе и тем более в политике вакуума быть не должно и поэтому республиканцы тоже не могут просто сидеть и развлекаться сейчас на мой взгляд должно быть четыре направления три в политике внутренней и одно такое более обширное во внешней под направлениями иван во внутренней политике имею ввиду прежде всего фискальную ответственность закон и порядок и права штатов с фискальная ответственность у нас беда не только в америке во всем мире о чем тоже вы уже всем не раз говорили и уже в открытую пишут про возвращение большого правительства пожалуй впервые такого значительного какого не было с эпохи рейгана и тэчер которые самое большое правительство все-таки до него не одолели но притормозили даже клинтон это признавал напомню вам но вот теперь мы видим что во всем мире партии в том числе номинально правы к нему возвращаются кстати во второй части немного поговорим почему это происходит то есть и республиканцы если честно сказать уже тоже не такие ответственные и консервативные но по крайней мере то что в своих партийных интересах они могут использовать вот эти самые мотивы притормозить вот эти вот буйные растраты демократов не факт что республиканцы бы себя по-другому вели конечно же увы но по крайней мере сейчас они хоть что-то делают хоть как-то мешает надо быть поактивнее я считаю потому что фискальный консерватизм это штука важно а он новый пропадает закон и порядок тут прежде всего конечно же укрепление границы и хоть какие-то попытки потому чтобы усилить полицию реально чтобы просопротивляться разнообразным амнистиям который демократах это пытаются провести и исправить свои собственные ошибки вроде той самой реформы которая first step act и которая ничего хорошего не дала все-таки здесь ну том коттон я вижу старается предпринимать какие-то усилия и надо продолжать в том же духе права штатов здесь я имею виду прежде всего защит попытку защитить штата от пресловутой короны тирании пафосно звучит на так она есть чтобы каждый штат сам решал как и что ему себя вести и чтобы маски и принудительные уколы никому не навязывались ну и конечно же вопрос о об образовании тоже важен чтобы штатам не навязывались все эти маразматические критические теории теории критической расы и так далее и так далее критическая расовая теория вы поняли о чем вот и соответственно в политике внешней к чему мы с вами подходим здесь республиканцам очень важно обозначить то что они не являются да такими особо агрессивными потому что да война часть необходимая но американцы естественно от войну стали и сейчас смысла в какие-то новые боевые действия вступать но в принципе нет конечно же но и как известно лучший способ избежать войны это демонстрировать готовность в нее вступать как счет джон фостер дали с нам говорил в далекие 50-е годы и в этом плане республиканцы должны себя показывать той силой которая требует укрепления боевой мощи и требует всех возможных мер по тому чтобы не повторялись те безобразия которые мы увидели в связи с выводом войск из афганистана с одной стороны и с другой стороны чтобы враги америки не ощущали свою безнаказанность и здесь активизировались пожалуй два сенатора тоже всем нам уже хорошо знакомая джордж холли тед круз и их задача это как они видят блокировать назначение администрации байдена прежде всего в областях связанных с национальной безопасностью и с дипломатией холли говорит что он это будет делать для того чтобы показать и обратить внимание на провалы администрации в связи с афганистаном у круза несколько иная цель его задача и она уже давно им оглашается не только в сентябре как минимум с лета помо даже раньше это но в основном слета конечно же это привлечь администрацию байдена к такой сенатской что называется ответственности за отказ от санкции против российского режима и пресловутого северного потока естественно демократы возмущаются и гласят что это кошмары и ужас и все такое прочее и что отсутствие вот подобных назначений это подрыв национальной безопасности но я вам честно скажу что чем меньше нынешние мою конечно чем меньше нынешняя администрация назначит своих людей на посты связанные с безопасностью и дипломатии тем лучше и спокойнее будет и в америке и в мире поэтому я считаю что своими попытками остановить вот все эти назначения круз и холли конечно же только укрепляют национальную безопасность но и делал даже не в этом почему демократы так негодуют не только потому что они не могут поставить очень большое количество своих людей естественно это тоже важно но тут у круза и холли особенно у круза несколько более далеко идущие амбиции потому что во первых даже если они не могут полностью заблокировать то или иное назначение согласно сенатским правилам то они могут его очень сильно затянуть затягивание такого утверждения она будет означать то что будут тормозиться какие-то рассмотрения других важных вопросов то есть получается что вот это вот одержимость демократов каким-то безумным нововведением нацеленным на про дальнейшее проталкивание в соединенных штатах европейской социал-демократии что все это будет тормозиться естественным путем пока сенаторы разбираются с очередным назначенцем получается что какие другие вопросы они виснут пропадают отходят на второй план и таким образом стремительные усилия демократии усилия демократов по стремительному преобразованию страны они к счастью глохнут поэтому есть такой момент а круза не останавливается и на этом круз разработала собственную систему мне она нравится говорю сразу смысл я такой есть как вы знаете закон принято еще в семнадцатом году согласно противостоянии врагам америки по которому тогда он способствовал тому что трамп какие-то санкции был вынужден наложить что он собственно и сделал а теперь как говорит круз раз байден отказался от санкции от про северному потоку то пусть он либо дальше сталкивается с противостоянием республиканцев и лично круза в сенате либо пусть она и делает так как и полагается а именно санкции вводит а потом своего пытается их отменить потому что тогда принцип работает несколько иной если санкции вводятся согласно тому самому закону а потом президент должен по каким-то своим причинам их отклоняет то это должно пройти одобрение в сенате и вот здесь круз расставляет очень хорошую ловушку для демократов потому что если байден отменяет вводят и отменяет эти самые санкции и демократы и против выступают против него мы с вами видим очередной конфликт внутри дем партии которые естественно всем рискну сказать всем нам но и америке по моему убеждению в первую очередь всем пойдет на пользу потому что очередные разборки опять будет заторможена программа байдена опять все перепутается не будут выяснить отношения опять будут бегать за кем-то до туалета на здоровье конфликт внутри сегодняшних демократов вещь разумная а второй вариант который может тогда случиться это демократы поддерживают байдена но тогда у республиканцев сразу появляется превосходный повод их атаковать за лживость и за лицемерие даже несмотря на то что конечно же пресса найдет огромное количество оправданий ну а тем не менее если получается что байден отменяет санкции при поддержке демократов сена из сената то что мы с вами видим нам и четыре года демократы рассказывали что все республиканцы такие секи во главе с трампом все работают на кремль и так далее и тому подобное а потом вдруг получается что сами же демократы отказываются от четкой позиции по противостоянию путинскому режиму то есть ловушка на самом деле очень очень хорошая я не говорю что она идеальная что все должно получиться как круз запланировал это но я полагаю что вне зависимости от того что вы думаете про республиканских сенаторов вообще и про от этой крузы в частности здесь идея хорошая и если она будет реализована то мы с вами увидим но весьма и весьма занимательные последствия другое дело что все таки не думаю что байден на это пойдет на такую вот сложную игру ну я имею ввиду окружение конечно же и это значит что круз холли ну прежде всего они как я сказал и далее будут продолжать свою компанию и дальше будут тормозить назначение что очень и очень хорошо повторяю но не удержусь как всегда от исторической параллели не совсем круглый правда но сами понимаете связаны с наиболее симпатично мне после военным сенатором республиканским то есть с маккарти в пятьдесят третьем году в сенате тоже очень часто кипят страсти по назначениям конечно же и я уверен можно найти много примеров но я уж себе не буду изменять сошлюсь на период связанный с маккарти так вот шли утверждения посла в советский союз чарльза болина такого болин был весьма и весьма видные фигуры в окружении рузвельта был такой протеже хопкинс хопкинс был по одним данным просто кремлевским агентом про по другим очень и очень полезным идиотом кремлевского режима но и болин воспринимался как вот такой ставленник если не про советского то про как бы помягче сказать про голубиного блока то есть которые признавали что можно отдать сталину восточную европу и и на здоровье и тогда его еще связывали с ялтинскими соглашениями но вот когда было принято решение его назначать то небольшая группа консервативных сенаторов кстати не только маккарти там было там и еще несколько человек достаточно авторитетных ноу-ланд насколько я помню и мунд и бриджес в общем по тем временам такие серьезные товарищи в республиканских консерваторов именно и примкнувший к ним еще и демократ даже маккарон они постарались сделать все чтобы этот самую номинацию сорвать а при этом для них хотя говоря это была тоже ситуация сложная потому что многие лидеры республиканской партии тот же самый ноу-ланд и тафт у них были сомнения надо ли срывать номинацию потому что тоже было администрация изенхауэра я напомню но тем не менее то есть своего вроде как тем не менее консерваторы они все-таки объединились и свою позицию обозначили четко и и я считаю что и не только я так считаю что хотя в конечном итоге болен он и был утвержден и отправился в москву и там четыре кажется года про проработал послом но тем не менее для складывания консервативного движения которое может противостоять не только определенной партии в данном случае демократической но и собственному эстеблишменту который на тот момент уже стал увы представлять изенхауэр и его окружение и при этом еще и привлекать на свою сторону консервативных демократов это остается очень очень хорошим пример сегодня увы привлечь на свою сторону демократов кружу я уверен не удастся но то что для вот этой вот работы сильные консервативные оппозиции как демократам так в ряде случаев и республиканского эстеблишмента вся вот эта вот история по торможению кандидатур в госдепартамент и так далее я считаю она очень очень полезна и надо ее развивать и далее через такие вещи как утверждение болина сложилось тогда консервативное движение вообще через такие моменты как противостояние утверждением многочисленных не таких видных и не таких известных людей сегодня ну кто знает что получится внутри республиканской партии сильное консервативное ядро нам очень нужно сегодня если останется время я надеюсь останется мы с вами поговорим немного о том как вот такое консервативное ядро стал очень важным в другой стране и стала определять во многом политику ведущей партии вот сегодня в америке я считаю то что ну и не столько сегодня всегда конечно же но нужно и консервативному движению встряхнуться и естественно республиканской партии поэтому подводя итог нашему этому первому сегменту пожелаю крузу удачи во всех его идеях и считаю что вот который я назвал по крайней мере и считаю что так должно быть и дальше тормозить изо всех сил все что связано с администрации байдена здесь умолка если сергей что-то добавит с удовольствием передаю слово только надеюсь что ваши пожелания сбудутся перейдем к следующему сегменту после рекламной паузы если у вас будут вопросы пожалуйста звоните 847 400 5200 но уже после рекламы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии по-прежнему 847 400 5200 давайте попробуем принять звонки может быть добрый день пожалуйста уфи здравствуйте уважаемый ван скажите пожалуйста как он дает это крутой там еще с одним союзником остановить продвижение этих назначенцев в то время как они не удалось остановить принятие вот этого сумасшедшего закона по инфраструктура человека на миллиарды долларов даже там есть достаточное количество предателей почему они ну как сказать не голосуют за этих выдвиженцев что их останавливает спасибо большое спасибо там довольно сложные особенности правила сената но в ряде случаев необходимо полная поддержка только чтобы было со всех сторон все обязательно из этого человека проголосовали бывает такое или если как я уже сказал не нужно единогласной поддержки то можно очень долго затягивать процесс утверждения то есть либо в определенных случаях действительно у сенатор появляется возможность если есть сомнения если есть противодействие блокировать назначение бывает такое либо если этой возможности нет и достаточно простого большинства можно очень долго затягивать этот процесс вот на курс используют оба направления добрый день пожалуйста в эфире а вот как показывают результаты итоги результатов бараши гейта и вторжение якобы здание конгресса и не на штат и итоги прошедших выборов за всеми этими стали наши спецслужбы и как вы думаете будут ли реформированные наши спецслужбы ближайшее время или все так же будет продолжаться конечно же нет с какой стати байдену это делать а вот то что надо потенциальным кандидатом кто бы это этим кандидатом не был двадцать четвертого года уже сейчас форм формировать команду по реформированию и спецслужб и кстати говоря верхушки вооруженных сил это безусловно это будет сделать конечно же трудно там бюрократия пустила корни ого-го но естественно предпринимать какие-то усилия надо тем более очень много есть вариантов что и как нужно делать и даже не обязательно совсем новые если возвращаться к тем предложениям по реформам спецслужб которые предлагали с консерваторами еще в пятидесятые годы то они на сегодня тоже остаются актуальными на самом деле добрый день пожалуйста в эфире нынешние торговые переговоры между этими штатами и китая что это и чего это может привести пока трудно сказать чем все это закончится давайте подождем могу объяснить к сожалению открытой информации мало для того чтобы дать ответ по полноценный на ваш вопрос спасибо большое за ваш звонок 847 4005 200 телефон нашей студии на тот случай если у вас остались вопросы на сейчас если можно 50-летие книги миф о социализме совершенно верно знаете бывают книги к про которые мы все знаем и заслуженно обсуждаем их 1884 демократия в америке но вы знаете этот список бывают книги которые к сожалению вот воспринимались какой-то момент как локальные и связанные только с определенным историческим периодом и увы они как-то оказались оттеснены и про них позабыли а совершенно зря книга про которые вам сегодня расскажу и который вам всем рекомендую прочесть она написана британцам с таким мощным именем как перегрин уорстерн перегрин на конце и уорстерн через течь и тоже на конце и книга называется за социалист миф миф о социализме она как вы поняли в семьдесят первом году был опубликован а уорстерн человек такой неоднозначный кстати говоря умер только в прошлом году весьма и весьма преклонном возрасте то есть его высказывание последних двадцати двадцати пяти лет например мне казались порой весьма и весьма и и статьи многие странными и противоречащими тому что он писал раньше увы в ряде случаев было совсем странно но уорстерн пятидесятых восьмидесятых это консерватор настоящий друг бакли маккартист кстати говоря и вот такое идеальное воплощение вообще британского правого если угодно книга миф о социализме им писалось в общем тут как анализ провалов либо риской партии шестидесятых годов но так получилось что на самом деле то о чем он там пишет то что он анализирует на сегодняшний день как вы сейчас услышите ничуть не утратила свою актуальность более того когда он напишет что плохого случилось за 60 то сейчас мы видим что это вот та самая мина которая оказалась подложена под западное общество и которая вот взрывается так по частям уже но не буду не знаю сколько точно лет но точно не вчера это началось взрывы идут постоянно книга небольшая в ней чуть больше 250 страниц на весьма насыщенная я обращу внимание на несколько моментов и вы я думаю согласитесь что здесь уорстер на зрел в корень что называется но и не надо его считать пророком любой человек с консервативным складом мысли разбирающийся в истории но я думаю должен был уже тогда все это предвидите все это обозначать там тоже есть моменты с которыми может вы не согласитесь если будете читать книгу я советую вам это сделать особенно например по америке все-таки уорстерн с америкой дружил и даже очень но на мой взгляд не всегда ему хватало понимание того что в америке происходит но главная идея ворстер на в том что социализм в принципе он так или иначе обречен потому что он не может работать в цивилизованном обществе и все все попытки социалистов что-то предпринимать они так или иначе тонут или поглощаются созданными за долгие годы институты в институтами конечно же это вот спорный тезис потому что мы видим что социалисты научились эти институты обращать себе в пользу их подрывать но сама идея что социализм и западное общество они в принципе несовместимы здесь мы с вами я думаю с уорстер нам согласимся а далее развивая эту тему британец считает что любая социалистическая модель какими бы оба не называлась просто социализм и демократический социализм социал-демократия но он больше пишут про так называемый демократический социализм как называлась в киров королевстве что это всегда означает большое правительство то есть неизбежно это происходит потому что как только социалисты приходят к власти они озабочены тем чтобы как можно больше контроля собрали сконцентрировать своих руках это означает что даже те социалисты кто там что-то нам говорит о том что правительство должно быть меньше так или иначе будут его расширять раздувать всеми силами и момент с которым мы с вами столкнулись за последние полтора года это что для насаждения социализма необходимо обязательно какой-то кризис боевые действия еще что-то в общем то вокруг чего можно сыграть на каких-то страхах коллективизме и все что мы с вами тоже наблюдаем последние полтора года ворстерн уже был слишком преклонном возрасте и я не знаю не попадалось мне ничего чтобы он писал о всех этих к видных страстях но в принципе вот это самое большое правительство и нынешнее увы возвращение социализма по всем фронтам конечно же эпидемия бесконечная уже как нам кажется они все это сделали возможным здесь ворстерн тоже оказался совершенно прав и три момента которые я бы особенно выделил из его книги которые тоже абсолютно точно предсказывают проблемы сегодняшнего западного мира и корни которых вот как раз уходит 60 это прежде всего проблема эмиграции потому что по мнению орстер на то что 60-е годы раскрыли двери для выходцев из других стран это означает только складывание такого параллельного как он общество то есть по его мнению люди которые едут из других стран с другой культурой пусть даже когда-то находившихся под контролем британской империи они приезжают в цивилизованные страны не для того чтобы ассимилироваться а до того что привозить туда свое и здесь вот конечно же орстер ну большое спасибо потому что очень многие политики да и все иногда и все мы например хорошо не будем объединять некоторые из нас считают что ну достаточно добиться какой-то суровой ассимиляции и все будет в европе нормально но орстер уже тогда как видите считал что ассимиляции в европе работать не будет абсолютно и что кто бы не находился во власти люди приезжающие из стран третьего мира они останутся людьми третьего мира в америке он считал что пока сложно сказать что и как но мы видим что и на америку это переключилась и по его мнению сложится такая система когда будет практически вот свои вот это вот какие-то районы своя власть у них свои законы то есть получится действительно такие государства государстве и что хуже всего если вдруг случится конфликт скажем британии или любой западной страны со странами вот этого самого третьего мира то вся эта публика приехавшая в британию францию германию и так далее она будет не на стороне цивилизованного мира она будет на стороне своих так скажем предков и станет такой мощной подрывной силой внутри своих стран и если вы посмотрите на то что происходит в европе то вы увидите что прогноз ворстер на сбылся на 99 процентов почему говорю 99 что к сожалению даже он не предвидел того что это параллельное общество она будет до частично параллельным но частично будет внедряться и разрушается те самые западные институты то есть не будет довольствоваться вот просто параллельным курс параллельными курсами а еще постарается максимально нанести вред тому обществу которое его приняло а второй момент который по мнению ворстер назначает только плохое и который приведет только к гнетущему и удручающим последствиям это рост популярности интеллектуала уорстан при этом делят он говорит что если человек разбирается в своей теме и просто история наука медицина что все что угодно и просто этим занимается то это даже не интеллектуал это профессионал как только математик историк или опять что мы с вами наблюдаем последние полтора года врач начинает вмешиваться в политическую жизнь и указывать как что должно быть ничего хорошего не получится потому что эти люди не понимают как работает реально те самые политические институты они преимущественно левых прогрессивных взглядов потому что люди вот эти профессионалы академические взглядов правых обычно все-таки в политику не идут а если идут у крайне редко идет наплыв именно левых интеллектуалов и наплыв этих левых интеллектуалов он вот приведет к тому что будет такой перекос не только в левую политику но еще и в то что политика будет все более и более отдаляться от реальных проблем от тех вопросов которые волнуют граждан и создавать ситуацию при которой власти и люди они совершенно разные и создавать что о чем я скажу несколько буквально через несколько минут и здесь же пожалуй в этот же момент и я несу еще то что уорстерн отмечает что и вот здесь он абсолютно прав как раз когда пишет об америке что все чаще и чаще вот за этими интеллектуалами левыми оказываются еще и бизнесмены и миллиардеры и более того вот здесь это более характерно по его наблюдением как раз для соединенных штатов где заработав деньги почему-то очень многие богатые люди вдруг начинают тратить их совсем не на то что надо а стараться там по каким-то своим это от скуки не то из-за какого-то ложно понятого чувства вины они начинают активно финансировать различные левые проекты различные левые мозговые центры и вот как раз тех самых левых интеллектуалов которые при поддержке таких вот чрезмерно совестливых бизнесменов и миллиардеров если не попадают в политику так или иначе на ведущие политические роли то получают возможность на эту самую политику влиять и влиять очень серьезно и в результате вот исходя из всего того что происходит ворстерн делает вывод и третий момент на который я обращаю ваше внимание и вот это тоже чем мы с вами точно сегодня столкнулись а именно что 60-е годы правление ли бариста в британии но мы можем сказать еще и демократов в соединенных штатах и я уверен в других многих других странах происходило нечто подобное приведет к тому что демократия которая вроде бы означает власть большинства превратится в то что править будет меньшинство а именно вот сложится не как было раньше какой-то определенный класс который к тому же был более нас как ни странно прозвучит подконтрольным потому что было понятно кто есть кто а сложится элит который вроде бы избирается да но которая становится совершенно не подконтрольный большинству и которая будет пытаться свое видение мира навязать вот всем нам непутевым бестолковым как они нас видят и как отмечают орстер это будет означать что все действия которые большинство считают важными большинство обществе ужесточение миграции сохранение до своих границ смертная сохранить смертной казни отказ от вступления в какие-то соглашения вредные и так далее и так далее все это будет элементарно элиты правящие игнорироваться и они будут отказываться от патриотизма от нациализма национализма в лучшие слова в его лучшем проявлении они будут руководствоваться чувством вины они будут иными словами делать все чтобы вот это вот самое общество которое создавало большинство рабочий класс средний класс она разрушалась бы лишь бы их красивые образы красивые леволиберальные идеи воплощались в жизнь и согласитесь здесь британец угадал совершенно точно более того он еще и заметил что скорее всего в будущем идеи связанные с экономикой они конечно будут важными но в реальности они все-таки будут отходить на второй план перед вопросами культурных войн будь то отношение к сексуальным ли меньшинством меньшинства как таковым еще к чему-то потому что экономические вопросы вопреки уверенности социалистов на самом деле там какому-то компромиссу прийти можно а вот вопросы связанные с традициями с моральнюю с нравственностью здесь договориться уже крайне тяжело и сложно это будет означать что на фронтах культурной войны произойдет то самое столкновение которое будет гораздо более критическим и гораздо более серьезным для западного общества чем все эти страсти которые кипели да и продолжают кипеть связанные с экономикой вот такая вот книга вот такие вот взгляды вот такие вот идеи которые ее авторы высказал еще раз повторяю другие его книги не обязательно нагло вам скажу они похуже а вот это поищите в американских интернет-магазинах посложнее в британских точек европейских точно есть еще раз перегрин перегрин уорстерн перегрин и на конце уорстерн через w тех в середине и на конце за социалист мир настоятельно рекомендую и отметьте за одно ее пятидесятилетие и здесь умолкаю если сергей что-то добавит с удовольствием передам слова у нас там еще одна была тема но время немало так что наверное очень быстро про нее по ней пройдемся если сергей ничего не добавит ну пожалуй был прав в том смысле что вот кстати законопроект который пытался протолкнуть демократы три с половиной триллиона долларов он скорее не экономически он как раз такая финансирование культурной войны против америки там заложено много того что не имеет отношения как бы к экономике а скорее к социальной инженерии нежели к карануша наверно в том-то все и дело и опять же видите можно было договориться каких-то денежных растратах и затратах хотя я считаю что все равно это было плохо но договориться можно было но когда это подразумевает контроль над образованием контроль над медициной амнистию для нелегалов это уже не экономические вопросы конечно и в этом то вся проблема и они на демократы и призывания смотреть что там законе цифры мы вот примем законы все вот три с половиной триллиона это все во имя детей во имя будущего во имя того во имя всего во имя сохранения планеты такие высокие высокие слова за этим на самом деле стоит вот та социалистическая революция о которой они мечтают и так сказать осуществить ее мирным путем без выстрела хотя честно говоря и я не знаю добром ли это все закончится поскольку гайки начинают закручиваться и либералы очевидно этого не видят или не понимают люди которые голосуют за демократическую партию похоже согласны с любыми методами которые используют демократы с любыми пусть это будет чисто тиранические методы их это не очень беспокоит главное чтобы они победили и это как-то не вселяет особый оптимизм то есть одно дело когда люди не понимают что происходит но пытаются разобраться и приходят каким-то нормальным выводом другое дело что люди понимают что происходит их это устраивает и как 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 с этим быть не знаю эта проблема но вот поговорим уже наверное ближе к японским выборам потому что быстро скажу только что фумио кисидо возглавил либерально-демократическую партию искали пока он технически стал премьером на выборы будут в конце октября поэтому к этой теме мы еще вернемся и поговорим вот что важно в одном консервативном объединении которое в японии играет очень серьезную роль и которого я считаю западному обществу очень и очень не хватает вот не знаю следующий раз или действительно ближе к японским выборам пока запомните только название непон каиги и обещаю мы обсудим с вами это в ближайшем будущем и увидим что до японцы много хорошего переняли у американцев но вот кое-что пора перенимать и всем нам и вам да и нам тоже у японцев но об этом уже как я и сказал как-нибудь следующий раз у нас остается минута времени есть телефонный звонок если успеем добрый день если коротко коротко сергей здравствуйте одно лекарство есть которая в америке конечно уже не будет лекарство головной боли вы знаете не не таблетка и вот вам интересную новость скажу общество живет как сеть сегодня как жила раньше это не либералы это не демократы это бюрократия оставляет свои места защищенными и как работает общество внизу вот буквально вчера в одной из тюрем 98 процентов вакцинированных и поздравил начальник тюрьмы их а потом взял тебя два процента посадил в отдельные камеры чтобы сделать 101 процент вот и все спасибо за ваш звонок к сожалению времени больше не остается иван огромное спасибо как всегда очень интересно и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи